Так, ну, дело в том, что сегодня мы в очередной раз собирались для того, чтобы решить вопрос, законно или незаконно, Дмитрий Юрьевич находится под стражей, и где он будет находиться дальше. Следствие считает необходимым продлить содержание под стражей еще на три месяца. У защиты, естественно, мнение диаметрально противоположное, мы считаем, что в этом нет никаких, для этого нет никаких оснований. Ну, и доводами, которыми следствие оперировало, это все те же самые угрозы в отношении свидетелей Васина, о которых много раз говорили, много раз пытались их опровергнуть, но пока суды нас не услышали. А теперь к ним еще добавил свидетель Смирнова, который говорит, что на очной ставке, якобы Лобанов сказал какую-то хитрую фразу, ты что, думаешь, я тут вечно буду сидеть? И она восприняла эту фразу как скрытую угрозу в отношении себя. Такой фразы не было, я на этой очной ставке присутствовал, если бы она была, ее следовательно обязан было бы занести в протоколочной ставке, или как-то иным образом на это отреагировать. Такой факт не установлен, и мы считаем, что эти лица просто оговаривают Лобанову в совершении того, чего на самом деле не было. Действительно, три статьи, которые Лобанову вменялись дополнительно, кроме двух взяток в декабре 2018 года, в настоящее время по ним принято решение о прекращении производства по этим делам, поскольку усмотрено, что этих преступлений он не совершал, то есть по реабилитирующим основаниям. Это какие статьи именно? Это две статьи 286 и одна статья 327, там, где он якобы совершал преступления вместе с Куликовым, нашим бывшим министром, вместе с Рисковым, это представитель комитета по имуществу города Энгельса. В настоящее время у Куликова и Рисковой эти статьи, насколько я знаю, остались, а участие Лобанова в совершении этих действий не было доказано, и он был по ним, по сути, реабилитирован. Поэтому мы считаем, что значительное уменьшение объема обвинения, недоказанность факта угроз в отношении свидетелей, и то, что мы сейчас пришли к стадии ознакомления с материалами дела, а сбор доказательств уже закончен, и не на кого, и нет смысла ни на кого воздействовать, это все является основанием для того, чтобы изменить меры пресечения. Об этом защита просила, а суд ушел в совещательную комнату для принятия решения.